Воскресенье 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 И огонь, который должен воспламенить человеческое сердце, и потом человек должен уже подкладывать дрова и не давать этому костру гаснуть. Такой порядок жизни был в отношении жертвоприношений старозаветных. Первая жертва в Скинии, которая была установлена по повелению Божию Моисеем, была пожрана небесным огнем. Жертва была заклана, расчленена, положена дрова, огонь сошел с небес на жертву, начал ее сжечь, она воспламенилась. И потом нужно было только людям поддерживать этот с небес однажды сошедший огонь. Левиты, священники, о чем пишется подробно в старых книгах Ветхого Завета, рубили дрова, носили, убирали пепел, вытрясали, выметали, выбирали и поддерживали огонь на алтаре, чтобы он там не гас. То есть дается человеку в жизни однажды небесный огонь, чтобы потом всю жизнь человек его поддерживал. Понимаете? Это, например, можно видеть на примере земной любви. Помните, пела одна такая певица, один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Вот дал тебе Бог любовь, а ты ее профукал, проблудил, прошляпил, протоптался по ней, потерял ее, а потом на старости одинокий плачешь, что тебя никто не любит и никому не нужен. А у тебя были подарки, а ты их взял и подтерся ими, и виноват ты сам. Так же касается всех даров Божиих. Господь дарит однажды, чтобы ты всю жизнь хранил. Потеряешь? Ну, гляди, Господь подберет то, что ты потерял, другому подарит, другой не потеряет. Это очень важный принцип жизни, не терять то, что Бог дает. Возгревать и поддерживать огонь на алтаре, там, где огонь Бог зажег. Вот, если люди будут праздновать Пасху только раз в году, как это у многих есть в обычае, а все остальное время будут жить так, как будто бы Христос и не жил на земле, не то, что не воскрес, а даже и не жил на земле. Живут так вот, где Христос, где я, непонятно, какая между нами дистанция. Тогда получается, это очень похоже на свадьбу, на которую потратили кучу денег, заказали лимузин, назвали гостей, наелись от пуза, поодевались во все красивое, целовались, фотографировались, через месяц развелись. Зачем красота на свадьбе нужна? Вот красивые свадьбы, сколько лишнего, ненужного, ложного, брехливого, пестрого, фальшивого, денежного, дорогого, суетного, в конце концов, гнилого, на унитаз выкинутого, делает на свадьбах, на всех этих праздниках, этих вшивых, фальшивых, мирских праздниках. Сколько лжи всякой, а потом что? А потом статистика развода бьет тебя по голове и кладет тебя в обморок, понимаете? Зачем все это? А не лучше ли было бы потратить эти не то, что деньги, а время, силы, ум, энергию на то, чтобы приготовиться к семейной жизни? Чтобы мужик был мужиком, а женщина женщиной. Чтобы мужчина был будущим отцом, а женщина была будущей матерью. Чтобы они воспитали в себе молчание, трудолюбие, терпение, снисхождение, что-то еще важное, верность и прочее, прочее, прочее. Если же мы празднуем, например, свадьбу чью-то, а потом через два месяца видим их возле ЗАГСа с заявлением на развод, то что мы же посвистели и похоронили? Это ерунда, это не свадьба, это чушь какая-то. Если мы будем праздновать Пасху раз в год, я вам клянусь, будет то же самое. Пасха празднуется раз в год для того, чтобы каждое воскресенье христианин был в церкви. Иначе зачем ее праздновать раз в год? Это все равно, что, повторяю, жениться и развести через два месяца, или через месяц, или через полгода. Это выкинуто на ветер эмоции, деньги, время, силы, нервная энергия. Нужно однажды принять небесный огонь, дать зажечься этому алтарю, а потом подкладывать дрова, чтобы он не погасал до второго пришествия. Поэтому сегодня я обращаюсь в первую очередь к тем, кто имеет обычай в церковь приходить, когда ему захотелось. Вот мне захотелось, я пойду. Пошел там много народу, там тесно, я ушел. Вот сейчас мне не хотелось, я не пошел. Потом вдруг не хотелось, потом вдруг захотелось, пришел, служба кончилась. Что это вы так быстро служите? Мне только захотелось помолиться, а вы уже закончили. Что-то вообще-то как-то все в жизни не по-моему происходит такое. Захотелось, перехотелось, расхотелось, опять захотелось такое. Засовываете это все в трубочку, скручиваете и в дальний карман прячете свои. Хотелось, перехотелось, захотелось, значит, вновь перехотелось. Необходимо, чтобы верующий человек имел законам жизни ежевоскресное чествование воскресшего из мертвых Господа Иисуса Христа. Для этого читается воскресное Евангелие, поются воскресные песни, воскресение Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, поется каждую субботнюю воскресную службу. Читается Актоев на восемь глазах, напоминается людям о том, что Господь живой, что Христос здесь. Вот Артас будет дробиться, вот Артас будет дробиться, субботняя служба завтра, там, утром или вечером. Это хлеб для Господа. Это апостолы, когда есть, садились, они настолько привыкли, что Христос заходил, когда хотел, после воскресения. Они сели за трапезу, Он взял, зашел, говорит, мир вам. Они, ой, Господь пришел. Пока Он не вознесся, Он приходил к ним, когда хотел, через закрытые двери, через закрытые стены, через не знаю, что еще, заходил, благословлял, разговаривал и уходил, когда хотел. И они настолько привыкли к этому, что когда они садились кушать, они ставили тарелку специально для Него и стакан пустой и кусок хлеба для Него. Это для Господа. Вдруг придет, говорит, Господи, вот твое место, садись, рассказывай, благословляй, учи и так далее. Вот оттуда взялся Артас, этот хлебушек, который хлеб для Господа, который ставится возле царских врат, стоит неделю всю, потом раздается верующим. То есть нужно ждать Господа, помнить Господа, любить Господа, но в конце концов служить Господу. Ну что тут уже? Если ты зубной техник, служи Господу, ремонтируя хорошо, ремонтируя людям зубы с любовью. Если ты водитель автобуса, вводи людей аккуратно, я тебя прошу, думай о том, что у тебя Христос за спиной в салоне сидит. И не прыгай на ямах, вот, и не включай сильно музыку, не кури в салоне, в конце концов, и глупости разные не слушай по радио, потому что там Христос за спиной у тебя сидит. А если, например, закройщик одежды, закраивай так, будто ты для Христа одежду готовишь. А если ты чиновник, например, кого-нибудь, то ты, пожалуйста, не хами людям, не выгоняй их вон из-под дверей, у тебя рабочий день закончился, все, все, вон, значит, я пошел обедать, например, да. Ну, люби людей, потому что люди замученные, люди уставшие, замученные, послужи им, немножко оторви от себя, да, немножко людям. Тяжело? Тяжело, но, значит, многими скородями подобает человеку войти в Царство Небесное. То есть служить нужно людям и Господу, Господу и людям. А чтобы служить людям, потому что каждый тянет на себя, сует в свой карман, тянет на себя, все к себе, вот так вот все гребет, подгребает под себя. Почему? Да потому что Пасху не знает человек. Люди забывают, что Христос воскрес, забывают, что Он страдал на кресте, забывают, что Он вообще стал человеком, родился от Девы Марии, жил на земле и умер за наши грехи. Забывают об этом, поэтому живут не поймешь как. Раз в год соберутся в великих тысячах и тьмах, поосвещают свои колбасы с яйцами и куличами, набьют свои кишки и потом исчезают на год. Ну, что это за христианство такое? Каждое воскресенье необходимо быть в храме. Это еще, это только начало. Если мы к этому приучимся, мы потом еще скажем, что нужно будет еще сделать, потому что там только начинается все, там дальше, 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 дальше. Но если мы этого не сделаем, все остальное будет бутафория. Это будет та молодая пара, которая потратила несколько десятков тысяч долларов своих родителей на свою бездарно фальшивую свадьбу и потом поссорились и не сослись характерами через два месяца. Понимаете? Это показуха, это показуха. Праздник – это настоящая радость, которая дает смысл всей последующей жизни. Если праздник пережил, значит, ты знаешь, зачем ты живешь. А все остальное – это показуха и фальш. И мы эту фальш втащили всюду, давайте выгонять ее вон из своей жизни, из церкви в первую очередь. Надо жить Христом, а не играться в христианство. Поэтому вот там те два человека, которые здесь стоят, которые не привыкли по воскресеньям в храм ходить, я шутя говорю два, потому что здесь двадцать два, а может быть восемьдесят два. Вот это вам я говорю сегодня. Значит, что нам делать, скажете вы? В ближайшее воскресенье быть в храме Божьем. А где? Здесь что ли? Обязательно здесь? Да какая разница где? В любом месте будьте в православной церкви на богослужении и воскресенье. Просыпайтесь утром, ставьте будильник, зевайте, моетесь, со скрипом выходите из подъезда, начинайте движение в храм, а потом по возвращении из храма вы поймете, как хорошо, что я не проспал до полудня, а пошел в храм Божий, побыл на службе. А если это будет вашей привычкой, то эта привычка вас спасет и в рай приведет. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка – это благодать Божия. Если человек привыкнет к злому, он потом будет полжизни разучиваться. А если человек привыкнет к доброму, это доброе, ставшее привычкой, оно его прям как заведенную машинку занесет прям в самые царские врата. Поэтому привыкайте к добрым делам и воскресенье не пропускайте. Это день Господний, это день Кирио день, это день Господа Иисуса Христа, день воскресшего из мертвых. Только один язык на свете, славянский язык, имеет название для этого дня, значит, это как день воскресенье. Он связан с воскресеньем. Как по-немецки будет воскресенье? Зонтаг – день солнца. А по-английски? Санды – то же самое, день солнца. А, допустим, по-грузински – первый день. А по-еврейски тоже. Яум и Хад – первый день. И только славянский язык имеет название воскресенье, связанное с воскресшим Иисусом Христом. Воскресеньем, воскресенье называем только мы. О чем это говорит? О том, что пусть другие делают, что хотят, но мы должны воскресенье отдавать воскресшему. Ты воскрес, ради тебя сей день называется, примив дар от нас сей святой день, сей нареченный святый день. Вот это вот зарубывайте себе. Если ваше сердце твердое, рубите по нем как бы неким топором и делайте насечки. Если ваше сердце мягкое, то тыкните в него пальцем, так, чтобы оно отпечаток на себе имело и уже про него не забыло. Какое у вас сердце, так и делайте заметки. Зарубки, заметки, штрихи, штрих-пунктиры. Запоминайте все, что вы слышали, потому что потом помрете, а Христос вам скажет – ты слышал. И не отворачивай от меня лицо свое, ты слышал, ты знал. Знал. Вот тот не знал папуаз, и тот не знал малазиец, и тот не знал, значит, который живет там, значит, в дельте Амазонки. Не знал. А ты знал. И читать умел, и не читал Евангелие. И знал все, и слышал, и ничего не сделал. Ух ты какой! Отойдите меня, проклятые! Одни услышат же люди такие слова. Одни услышат – придите ко мне, благословенные. А другие услышат – отойдите меня, проклятые. Поэтому, чтобы услыхать призыв в царство и не слыхать – отойди вон отсюда. Видеть тебя не хочу. Не знаю тебя, кто ты такой. Там же скажут – аминь, говорим, не знаю вас. Чтобы этого всего кошмара не услыхать, начнем с маленького. Полюбим воскресный день. И не будем пропускать его никогда. Если ноги будут болеть, будем ползти в воскресенье в церковь. Если ноги откажут, будем просить, чтобы нас везли в воскресенье в церковь. А когда уже ноги, руки совсем замрут, тогда уже, видимо, начнется для нас другая Пасха. Уже там Пасха небесная, иное богослужение. Поэтому воскресенье, воскресенье – день, просветимся люди, Пасха, Господня Пасха. От смерти Бог жизни, от земли к небесе, Христос Бог нас приведе, победную поющую. Christ is risen! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Christ is risen! Воистину воскресе! С Богом по домам! В замке в 9 часов! В 9, в 9, в 9, в 9, в 9 часов богослужения! До встречи! Продолжение следует...